В темной пустынной дали трубы наигрывают легкий джаз. Они придут завтра. Для нас уже слишком поздно. Добро пожаловать в Найтвейл! Добро пожаловать в Найтвейл! Она касается каждого лица, как будто мечтает, чтобы оно было ее собственным. Или претендует на него. Или просто проклинает этого человека. Трудно сказать, вы никогда не заставали ее за этим занятием. Пожилая женщина без лица, которая тайно живет у вас дома, занимается разными вещами. Вы никогда не задумывались, почему история поиска в вашем браузере переполнена запросами вроде «картинки с мертвыми волками» или «температура плавления птиц». Или почему слив у вас в душе иногда забивают субпродукты. Или почему иногда вам слышится плач за стеной. Или как что-то скребется в дверь. Или вы просыпаетесь и находите длинные серебристые волоски на соседней подушке. Или, может быть, вы никогда даже не замечали ничего подобного. Вы дожили до этого момента, совершенно не обращая внимания на пожилую женщину, у которой нет лица. По правде говоря, я не думаю, что она способна вам навредить, но, может быть, вам больше не стоит засыпать у себя дома. Просто. На всякий случай. Леди и джентльмены. Дана по-прежнему пишет мне смс-ки из-за высокой черной ограды парка для собак. Хотя в собачий парк запрещено входить горожанам и их собакам, Дана ухитрилась попасть внутрь и теперь застряла там неизвестно до каких пор. Прежде всего она пишет, что с ней все в порядке. Она встретила нескольких хороших людей, ей никогда не бывает скучно. Она встретилась с человеком в бежевом пиджаке, который часто появляется в городе в последние пару месяцев. Собственно, Дана пишет, что он очень милый, и между ними завязалась неплохая дружба. Она все еще пытается выяснить, как он связан с фигурами в капюшонах, недавно погибшим индейским следопытом и цивилизацией воинственных лилипутов, которые живут под пятой дорожкой в боулинге «Цветок пустыни». Складывается впечатление, что он постоянно всплывает в связи со многими странными событиями. Еще она пытается выяснить, как он выглядит. Стоит ей от него отойти, и она уже не может ничего о нем вспомнить, кроме того, что на нем бежевый пиджак, а в руках портфель из оленей кожи. Этот портфель немного странный, пишет Дана, потому что набит мухами. Поначалу это выглядит жутковато, а потом становится ясно, что этот человек продавец мух, и все они дрессированы. Они носят почту, говорят по-немецки и могут притворяться мертвыми. В общем, выполняют массу милых трюков. Она говорит, что он классный парень, если познакомится с ним поближе. И да, я чуть не забыл. Дана спрашивает, не может ли кто-нибудь из слушателей, у кого рука полегче, подойти к парку для собак поближе и перебросить через ограду каких-нибудь бобов или чипсы, или немного вяленой говядины, или хоть что-то. Она ужасно голодна. Признаться, у меня ушло немало времени, чтобы продраться через ее опечатки, дорогие слушатели. Похоже, ее очень трясет. А сейчас социальная реклама от крупнейшего медицинского общества Найтвейла. Вы чувствуете себя истощенным? Даже после восьми часов сна? У вас бывают проблемы с дыханием между двумя и четырьмя часами? Вы набираете несколько лишних килограммов только для того, чтобы сбросить их и набрать снова, и все это за пять-шесть часов. Вас постоянно тянет к земле, к темной жирной почве, прохладу которой вы жаждете ощутить на языке. Хотите, чтобы она наполнила ваше горло, ваши ноздри, ваши легкие, ваш живот? Вы роетесь в земле ранним утром, визжа на полуоформившееся солнце, как будто оно может смилостивиться и уйти, вернув вас во тьму, которой вы так заслуживаете и в которой так нуждаетесь. Если вы ответили «да» на все эти вопросы, то с вами все в порядке. Программа работает. Все тесты прошли успешно, и надвигается фаза четыре. Это были советы о здоровье. Еще кое-что о пожилой женщине без лица, которая тайно живет у вас дома. Она только что выпустила заявление для СМИ. Вот оно. Я совсем запуталась. Нет ни капли логики в том, как ты расставляешь продукты у себя в холодильнике. Совершенно никакого порядка. По какой системе ты раскладываешь все эти овощи, банки, пятна от еды? Да, там есть пятна, коричневые и розовые следы органики. Они пересказывают всю эзотерическую историю твоей еды. Мне больше всего нравится то желтоватое, рядом с контейнером для овощей. Мне кажется, что оно самое старое. На нем прослеживается ландшафт. А вот эти все жуки у тебя в доме мне не нравятся, только некоторые. Еще я поменяла твои простыни. Ты меняешь их недостаточно часто. Я не хочу сказать, что ты не соблюдаешь гигиену. Я хочу сказать, что ты почувствуешь себя лучше, если будешь время от времени менять постельное белье. И время? Это очень запутанно. Потому что для меня оно существует не так, как для тебя. Поэтому твои простыни уже покрыты твоими костями, волосами и кровью. Но это еще не сейчас. Пока не сейчас. Хотела бы я, чтобы ты мог увидеть, как я прибираюсь и навожу порядок, внося смысл в бессмысленные растения и мышцы у тебя в холодильнике. Но ты никогда не смотришь. Если бы ты просто посматривал по сторонам почаще, ты бы меня заметил. Я совсем рядом с тобой. Прямо сейчас. Я даже в зеркалах отражаюсь. Но ты смотришь только на себя. Глазеешь на перезрелый картофель, который у тебя вместо лица. Я в каждом зеркале. Просто поищи меня в дальнем углу за своей спиной. И еще. Какой у тебя пароль от Wi-Fi? Итак, это было специальное обращение пожилой женщины без лица. Я понятия не имею, откуда мы получили эту запись, кто ее сделал, или как может женщина без лица и, следовательно, без рта говорить так четко. Но это было очень познавательно. Возможно, вам следует быть внимательнее у себя дома. А еще лучше разбить все свои зеркала. Как говорила моя мать, однажды кто-то попытается убить тебя, Сесил, и в этом будет замешано зеркало. Помяни мои слова, дитя. А потом она смотрела сквозь меня отсутствующим взглядом, пока я не начинал хихикать. Ах, мне так ее не хватает. Дорогие слушатели, многие из вас писали нам с просьбой показать фотографии кошека, нашего кота, и рассказать, что стало с его котятами. Руководство станции не разрешило нам оставить котят, и мы раздали их в добрые руки. К несчастью, как и кошек, котята тоже застряли в подвешенном состоянии, поэтому их владельцам придется навещать их там, где они родились, прямо здесь, в туалете на радиостанции. Кошек висит в воздухе примерно в метре над полом, но некоторые малыши добрались почти до трех. Жаль, что мы не можем оставить котят себе, но все равно будет приятно видеть их каждый раз, когда мы отлучаемся в туалет. Вот если бы у меня была парочка фотографий, чтобы поделиться с вами, ну, увы, радио не передает изображение. Кроме того, последние три сотрудника, которые пытались заснять кошека на камеру, не только обнаружили, что он не появляется на фотографиях, но и умерли довольно неприятной смертью на следующей же неделе. Так что мы стараемся даже не обсуждать то, как он выглядит. Но я сделал запись мяукания, которую кошек издает, когда проголодается. Как я уже говорил, я не кошатник, но кошек занял совершенно особенное место в моем сердце. Я получил сообщение, что власти окружают ваш дом. Это секретные агенты из непонятного, но зловещего государственного бюро. Вы, наверное, сейчас выглядываете из окна, чтобы увидеть этих агентов, но они глубоко законспирировались. Вы не увидите их, даже если будете смотреть в упор. Эти специально обученные люди умеют искусно маскироваться под деревья, двери, птиц, бродячих кошек и порывы ветра. Группа агентов даже притворяется одним из предметов мебели в вашем доме. Я не рискну даже предполагать, каким именно, но вполне вероятно, что вы смотрите на него прямо сейчас. Непонятное, но зловещее государственное бюро, судя по всему, обеспокоено тем, что пожилая женщина без лица, тайно оживущая у вас дома, предупредила вас и СМИ о своем присутствии. Но мы все и так знали, что она здесь. Кто не знает про женщину без лица, которая прячется во всех наших домах? Это все равно, что не знать, что Санта-Клауса на самом деле не существует. Все, кроме маленьких детей, конечно, знают, что Санта – это на самом деле огромное стадо ряженых медведей, накачанных успокоительными, которых по всей стране выпускает на волю ЦРУ в сочельник. Точно так же, как и с мифом о Санта-Клаусе, тут важно продолжать делать вид, будто никто из нас не знает правду. Вроде как «давайте все притворимся, что Санта – это дед, который дарит подарки, а не обколотый правительственный медведь». И в том же духе «нет никакой пожилой женщины без лица, которая пряталась бы у вас дома». Так или иначе, сейчас агенты окружают ваш дом и готовятся пустить в ход смертоносное оружие. Я хотел бы сказать, что вы должны бежать, убираться оттуда немедленно, спасаться. Но уже слишком поздно. Все входы и выходы забаррикадированы. Я боюсь, вы обречены. К несчастью, пожилая женщина без лица просто должна что-то знать. Она должна знать тайны, какие-то важные обрывки информации, которую непонятное, но зловещее государственное бюро бережет, как зеницу ока. И эти тайны наверняка касаются вас. Может быть, она планирует раскрыть, с какой целью вы здесь. Может быть, вы сами связаны, хоть и против воли, с непонятным, но зловеющим бюро. И эта информация не может, не должна быть распространена. Вы – ходячий, совершенно секретный документ. И теперь, оказавшись на грани разоблачения, вы должны быть уничтожены. Но есть и плюсы. У вас была цель. Многие из нас не могут похвастаться этим. Вас будет не хватать. И в ваши последние минуты, к счастью, не наши, я посвящаю вам погоду. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожилая женщина без лица, тайно живущая у вас дома, хочет принести вам свои извинения. Она выпустила еще одно заявление. Извини. На самом деле, я просто хотела узнать, как попасть в интернет. Я перезагрузила роутер, и это помогло, но ты пользуешься хромом и никогда не чистишь кэш и историю, и он был такой медленный. Я скачала тебе Firefox, и он, кажется, работает гораздо лучше. Я слышала, что мэр уходит в отставку, и хотела узнать, обязательно ли кандидатам в мэры иметь лица. У меня есть несколько неплохих мыслей, как помочь этому городу. Например, я думаю, мы могли бы увеличить финансирование школ, не поднимая при этом налоги. Это инновационный план, и я собираюсь сделать сайт, чтобы рассказать об этом и о других прекрасных идеях, которые могли бы оказаться полезными. Мне не терпится выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Найтвейла. И еще я подожгла холодильник. Он портил мне настроение. Теперь я курю сигарету и делаю пометки в твоем экземпляре бесконечной шутки. Она не оставила название или адреса сайта. Я не знаю, как она вообще может читать сайты или книги без лица и, следовательно, без глаз. Кроме того, мы получили сообщение, что законспирированные агенты из непонятного, но зловещего государственного бюро отступили, очевидно, не пустив в ход смертоносное оружие. Ведь вы еще живы, каким бы мертвым ни чувствовали себя изнутри. Тем не менее, они запустили в ваш дом несколько тысяч пауков. К счастью, вы не увидите их, как и пожилую женщину без лица, пока не посмотрите внимательно. Это специально обученные пауки. Они передвигаются точно за границей вашего поля зрения. Но опять-таки, подобно женщине без лица, время от времени вы будете чувствовать, как они трогают ваши нежные щеки и губы, пока вы спите. Так что держите глаза открытыми. Дорогие слушатели, давайте мы все будем держать свои глаза открытыми. Не всегда легко понять, кто или что хочет быть увиденным, но когда оглядываетесь вокруг, присматривайтесь к темным углам и неясным очертаниям. Вглядывайтесь глубже в предсказуемые предметы, вроде стен и лун. Нахмурь брови и узри истину, Найтвейл. Если бы вы только могли увидеть то, что не видите. Если бы вы только могли разглядеть сложные наслоения ужасов, которые лежат чуть ниже порога вашего восприятия. Если бы вы только могли увидеть мир таким, какой он есть. Он ужасен и весь пылает. И это так красиво. Дорогие слушатели, далее на нашей волне последний хит нашей радиостанции. Передача «Жуем с открытым ртом». Сегодняшняя тема – осколки стекла, как извлечь все возможное из ужасной ситуации. До новых встреч и доброй ночи, Найтвейл. Доброй ночи. Пословица дня. Человеческая душа весит 21 грамм, пахнет жареными овощами, выглядит, как мятый клетчатый плед и звучит, как машина на мосту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова